Добрый день! Доброго времени всем добрым людям! Я нахожусь в населённом пункте Адажи. Замечательный населённый пункт. Здесь делают замечательные чипсы, кто любит. А это течёт речка Гауя. Она издалека течёт, почти по всей Латвии. И вот течёт налево и будет впадать в Рижский залив. Вот такой мостик. Это... Нет, это не окружная. Это ещё по Адажи. А вот там дальше мы съехали с окружной дороги, которая идёт из Юрмалы до Таллина. О, рыба плещется! Хорошо, тихо, спокойно. Единственная рядом машина, дорога. Птички поют. Красивое место. Гауя вот повыше там по течению. Вообще быстроходная. По ней сплавляются. По весне особенно. А какие здесь старые деревья! По берегу. Вот мы поворачиваем на этот мост, который через Гаую. И едем на Кадагу. Кадага в двух километрах отсюда. Рядом с дорогой, да, тропиночка. Из Адажи в Кадагу. Можно на велосипеде, на... Самокате. Пешком. Там тоже населёнок. Населёнок? Да. Не успела прочесть, какой. Мы с дороги свернули в лес. Просто подышать фитонцидами. Потому что здесь в основном сосны. Солнышко прорывается иногда сквозь облака. Видите, какая здесь местность, пересечённая холмы. Это дюны. Песчаные дюны. И везде вот такие корабельные сосны. Высокие, стройные, корабельные. Сосны. Вот такие у нас леса, по которым можно гулять, как в парке. Без сапог. Просто в обыкновенной обуви. На запах сосновых игл, запах фитонцидов будоражит, нравится мне. Тихо. Птиц теперь не слышно. Потому что уже все вывели потомство. Молодёжь встала на крыло. И уже нет этих лирических любовных песнопений птичьих. Так, хорошо. Только веточки маленькие хрустят, да иглы старые, сухие, под ногами хрустят. Так хорошо. Ветерок обдувает. Релакс. Отдыхаешь душой в таких местах. Да, ягодники все пустые. Ягод не видно. Если даже и были, наверняка собрали. Радостно. Тихо. Хорошо. Если бы не шум моторов. Вот и березки есть там вдали. Ага. Не только сосны. Вот молоденький клен. А по календарю друидов я дерево-клен. Моё дерево-клен. Которое может придавать мне силу. Если подойти, прислониться. Ну, это ещё молоденькое деревце. Но если взрослое дерево, подойти, прислониться. И клен отдаст мне свою энергию. Вот на такую прогулку меня сегодня вывезли. Да. Пойду спускаться вниз. Ну, вот. Забралась я на самую вершину. Дюны. Внизу. А машина, вот кажется, далеко-далеко. Потому что внизу проходит эта лесная дорога. И вот на той стороне тоже дюна. Дюна. Аж сердечко колотится. Вот так. Одолела высоту. Хорошо. Ягодки иногда попадаются. И черничка, и брусника. Не вся ещё красная, но уже есть. Вот так. Хорошо. Хорошо. Хорошо в лесу дышится. Велосипедисты едут в поход или в Кадагу откуда-то возвращаются. Может, и зада же. Вот такое небо. Сзади солнышко светит. А впереди вот такие тучи. Видишь, кругом. Вот национальный объект вооружённых сил. То бишь, НАТО. Так как наша армия принадлежит НАТОвскому Союзу. Это Кадага. Посёлок недалеко от Ада же. Советской постройки дома. Ублочные дома. А здесь всё с забором. Там вот казармы вижу. Сейчас мы вернёмся обратно. Мы здесь в лесу погуляли уже. Вернёмся. Ладно же. Ого, здесь какая дорога. Так всё уже здесь кончилось. Сейчас мы развернём. Так разворачивайся. Как-то не совсем комфортно по такой дорожке ехать. Нормально. Да. Большую территорию занимают военные. Да, военная машинка заезжает. Вообще дальше туда ехать, там будет этот, как он называется, полигон. Ну, на полигон нас никто не пустит там. Нет, ну я тебе просто говорю. Там стрельбы будут отвезти. Вот так вот, пропускной пункт. КПП. Милитарная субъект. Да, военный объект. Даже проволока. Поверху забора. Сейчас это будет погоня. Возвращаемся в Адаши. Вот, и когда-то упоминался этот населённый пункт ещё в 13 веке. Здесь был замок Нейрлюнд. Борьба была между орденом и рижским епископством. А в середине 17 века осада была произведена русским царём Алексеем Михайловичем. Вот мы по этому массу вновь возвращаемся. Вот она, красавица Гауя. Это уже ближе к кустью. Вот, и на левом берегу находится населённый пункт. А, Адаши. Мы сейчас подойдём к речушке, которая называется Вей Упе. А здесь кафе Марио. И стоит Алю Гарша. Чистый итальянский вкус. Вот на этой речушке Вей Упе фонтан. И она вот здесь вот под дорогой впадает. Направо течёт, в угол её впадает. Здесь у неё устья. Сейчас посмотрим. Вон там трамплины есть на водных лыжах кататься. Хорошо здесь. Вот. Населённый пункт маленький. Здесь чуть более 7 тысяч людей и населения. Кафе не только внутри, но и летнее кафе зёрна. Ах, какая композиция из камушков. Сейчас подведём поближе. Слышаны звуки водопада. Не водопада, а фонтанчика такого. Сейчас подойдём, увидим. Красиво. Здесь ветерок. Здесь свежо. А под соснами в тени. Вообще красота. Вот такое кафе здесь. И с этой стороны Мануэль. Кафе. Вон там кто-то на лыжах. С трамплина. Катается. Вот из камней какая композиция. И это надо фотографировать оттуда. Спущусь и сфотографирую. Такое место замечательное в Адаже. Здесь полянка для пикников. Стол. Кафе довольно-таки большое. Здесь пляж. Лежаки есть. Для детей. О, впереди ещё одно кафе. Да, здесь хорошо. На берегу речки отдыхать. И вот такая композиция. Смотрите, как здорово придумано. На ножках стоит охранник. Страж. Ну, там тоже есть кафе. Такие мостки. Можно нырять. Рыбки прямо возле плавали. Их можно сачком было тут их ловить. Вот они плывут. Такие рыбки. В этой речке водятся. Но это, мне кажется, маленькие. Вот кто-то блеснул своим брюшком покрупнее. Интересно за ними наблюдать. Здесь они на свободе. Не в аквариуме. Вот так, на водных лыжах. Приспособление без катера. Мы, наконец-то, нашли место свободное на парковке. Машинка Рено Меган из Нидерландов. Вот такие домики здесь. Нужно идти до перекрестка. Ближе не было нигде парковочки. Ну, и чего, пройдемся. Солнышко не видно. Спряталось. Кругом облака. Домики веселые. Домики веселые, да. Все четырехэтажные. Первая улица Пирма. Улица номер один. Пирма и Ела. Такая улочка. Эти все дома про реновацию. Да. Просто реновированные сверху. Защитили их. Покрасили. А так они были вот такие. Кирпичные. Чуть блочные. Чуть кирпичные. Здесь помимо жилых помещений, внизу еще магазины, кафе. Мы вот проезжали мимо. Ах, гортезия. И белая, и розовая. У меня тоже начала розоветь уже. Та, которая красная будет. Розовая гортезия. Она сразу розовая. Такие липкие. Здесь лип. Такая там витрина, как авто. Там впереди игровой двор. Игровая площадка. Дети развлекаются. Медицинский центр. И вот впереди... Ах, какая старая липа. Впереди зоопарк. Живой зоопарк. Для детей это отличное развлечение. Во-первых. Во-вторых, познавание природы. Ведь многие городские дети даже не знают, как выглядит коза, как выглядят курочки. А здесь познавательный обзор. Посмотрим сейчас. Вот такой пони здесь пасется перед оградой зоопарка. А там есть и курочки, и кролики, и козочки, и овечки, и маленькие ягнята. Красавцы. Сейчас посмотрим. Подойдем поближе и посмотрим, что мы там увидим. Козочка идет. Маленький ягненочек. А кролик что-то там выпрашивает. Вот он сюда бежит. И черный кролик есть. Ох, какой шустренький белый кролик. Вот и овечка. И козлик есть. Ах, и для детей какая забава. Как им нравится. Вот как малышка прыгает от радости. Вот, подкармливают. Вот такие здесь животные. Они все ручные. И кролик. Ягнята. Какие красивые раскраски у них. Количневый. С белыми пятнышками. Наоборот. Сейчас мы пропустим людей. Оу, кто-то там блеет. Ах, для детей забава. И курочки здесь ходят. И курочки. И козочки. Вот такой вот живой зоопарк. Такое знакомство. Маленьких деточек. С природой. С животными. С сельским хозяйством. Здесь вход. По желанию. Сколько ты желаешь. Столько опускаешь денежек. Вот сюда. Кто чем богат. Начурк говорит. Иди сюда. Не идет, не слушается девочку. Ну и ягнята такие. И все ходят. Уже выпрашивают. Знают, что подкармливают. Подкармливают. Хорошо. Для маленьких это такая радость. Среди животных. Потрогать, погладить. Покормить. Классно. Кролик в уголке сидит. Что-то живет. Ягненок. А дальше мама овца. И козочки. И маленькие ягнята. Ой, малыш. Идет с морковкой. А у него кот аж посадили на землю малыша. Он так хотел покормить. Ну вот, дорогие мои, и кончается наше время пребывания в Адаже. Прощаемся с зоопарком. Прощаемся с этими зданиями. Здесь медицинский центр. Здесь аптека. А вот здесь такие интересные дома. Ступенчатые. Что этот, что слева. Внизу у них парковка. А вот эти магазины, которые я уже проходила. Там чай, кофе. И что там еще. Колбасный, мясной, кондитерская. Я уже показывала. Такое хорошее населенное место. Ада же. Идем к машине. Вот немецкая машинка. Дочь. Номера. Из Германии. Приятные здесь эти домики, которые уступами с улицы снимала. Ступенчатые. Ступенчатые. Да. Такая здесь тихая улочка. Сколько мы чуть-чуть отошли от главной улицы. И уже тишина. Да и там. Не такое уж большое движение. Перма-Ела. Первая улица. Да. Небо то тучи нагоняет, то солнышко опять светит. Рябина. Рябина. Это да. Плоды уже оранжевые. Во дворах площадки для детей. И везде такие композиции на улице. Цветочные. Ой, камушки. Как я люблю камушки. А вот здесь вот, когда собачку выгуливают, в специальные пакетики берется пакетик, и за собачкой все экскременты убираются вот в этот такой мусорник. Вот такой камушек прелестный. Ну вот мы и дошли. Спасибо вам, ребята, большое. Всем, кто посетил нас, кто с нами прогулялся, кто с нами посмотрел на Ада же, на речку Гаую, на речку Вэюпе. Всем огромное спасибо. Всем хорошего продолжения среды. Всем отличного настроения. Будьте здоровы. Заходите. Рада всех вас видеть. Всех вас обожаю. Пока, пока, пока. Мы поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова